шалом лекулам мы начали сейчас это девять дней с рошходыша до 9 ава я бы сказал даже до 10 ава потому что есть многие законы которые траурные законы продолжаются до 10 ава есть например общины которые мясо не едят весь 10 ав есть общины которые только до полдня но конечно это большое потрясение для нашего народа удар и с точки зрения физики физического царство наше разрушилось духовно мы разбросились это было большое осквернение имя всевышнего как написано это самое большое потрясение которое было для еврейского народа первое разрушение потом мы вернулись на определенное время было второе разрушение и вот мы вышли на 2000 лет и без рата шем постепенно постепенно мы возвращаемся строим свое государство и исправляются те моменты те потери которые мы потеряли постепенно возвращаемся к тому росту возвращаемся к тому величию конечно есть еще куда идти есть куда еще стремиться еще далеко далеко мы не на том месте который нам обещай обещают наши пророки обещают всевышний но мы проходим большой большой путь пророки захария написано пророк захария это был один из последних пророков который упоминает и говорит что вот эти посты которые мы постимся и вскорбим на наше положение положение еврейского народа в калюте в изгнание и как он пишет вот эти посты и семнадцатого табуза и девятого ава и третьего тишрея десятого тевета это четыре поста которые у нас есть в нашем еврейском календаре которые связаны напрямую с вот этими событиями напрямую разрушение храма разрушение еврейского государства четыре поста остальные посты они не связаны с этим и он пишет что вот эти посты превращаться лебедь израэль для еврейского народа они превращаться на радость и на веселье смотрите это конечно очень интересно и очень радует сердце что вот эти события превращаться на радость и веселье но я понимаю что у нас будет радость у нас будет веселье но когда мы будем вспоминать эти ужасы которые мы пережили так мы будем плакать нам будет грустно но в пророчестве написано не в пророчестве написано что именно вот эти даты придет время они будут радость и веселья как-то может быть такое может быть опять таки человек который у него он пережил что-то ужасное пережил какую-то трагедию потом слава богу как-то встал на ноги как-то стоит так далее ну молодец все баруха шемба благодаря всевышнего но как можно прийти и сказать что те ужасы что те потери тем в общем крови реки крови которые были пролиты в эти события в эти посты в эти траурные дни это превратится то есть у нас в заголовке урока написано что там по-моему было написано что что не делается все к добру да это не только к добру к добру то есть это плохо но это приведет к добру нет это хорошо то есть вот это само событие как будто бы вот это разрушение храма наш галют это 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 превратится это надо нам понять как это может быть такое я всегда думал что это будет нам круто будет хорошо слава богу еврейский народ соберется и мы с точки зрения наших чувств до точки зрения мы будем уже находиться в той ситуации радостной и были грустные времена это будет уже второстепенно это не самое главное но как понять что нет вот эти грустные времена это тоже было круто это тоже было хорошо это должно было правильно и необходимо и у нас есть много псуков например пророки то есть опять таки что такое миспед миспед это оплакивание это трау это ужасно миспед так что это что пророк то и лин говорит на 30 псалме а факта ты вот превратишь вот этот миспед лемахоль ты превратишь его вот этот миспед вот это оплакивание вот это трау ты превратишь это в радость как это может быть миспед то миспед радость я как я могу прийти и сказать что ты это превратишь это вопрос о котором мы сегодня принесем несколько источников чтобы понять о чем здесь идет речь и как это понять более глубже есть у нас также пасук в пророке меха который говорит следующее альте смехи о явти ли это сфарские евреи говорят это этот пасук когда мы говорим о вдалу да когда мы говорим о вдалу альте смехи то есть не радовайся о явти ли то есть когда ты враг мне что-то такое наверное не радовайся враг потому что враги почему радоваются они радоваются потому что еврейский народ он в каком-то он упал он в каком-то падении он какой-то темноте так еврейские те враги нашего народа они радуются этим почему потому что еврейский народ упал так что мы говорим что говорит пророк меха альте смехи о явти ли нет не радуйся вот эти враги не радуйся как написано кинофальти камти потому что я упал то есть я не отрицаю того то что я упал я действительно упал но я встал камти я встаю это раз потом написано я сижу в темноте а ты радовайся потому что я в темноте потому что мне темно ашем орли мне всевышний да свет и медраж говорить еще ну это мы могли бы понять это каким образом утешением таким что же какое утешение что вот враги радуются что мы упали а мы им говорим да да мы упали но вы не переживайте мы встанем хорошо а мы в темноте но мы встанем мы говорим врагам но мидраж говорит совсем иначе мидраж приходит говорим я вам цитирую мидраж то есть здесь написано как круто как здорово как прекрасно что я упал потому что если бы я не упал я бы не встал то есть мы как будто хвалим всевышнего за то чтобы упали о чем здесь идет речь потом дальше я сижу в темноте если бы я бы не сидел бы в теньме в темноте ле а я орли не было в небо света что это такое лучшим я бы всегда у меня было светло всегда мне было замечательно и все было хорошо а здесь у нас написано написано что даже в нашей трагедии даже в нашей неприятности даже в нашем каким-то в общем ужасом который мы переживаем это для того чтобы мы встали для того чтобы в этом есть великая роль это надо понять как это может быть с одной стороны падение это плохо это ужасно но с другой стороны здесь мы видим мидраж который говорит если бы я бы не упал бы я бы не встал о чем здесь идет речь как это все нам понять я хочу провести вам известную патологическую историю которая может быть дает чуть-чуть нам объяснение гмара в трактате в конце трактате макот приводит рассказ про четырех мудрецов вот эти четыре мудреца мы должны понимать что здесь идет речь после разрушения второго храма когда рим он был на высоте и вот эти мудрецы они слышат то есть это какое-то гигантское расстояние но они в общем слышат они видят они чувствуют они слышат как говорят нам мудрецы как римляне как те которые издеваются над еврейским народом то те которые разрушили нам государство разрушили нам храм как они кайфуют как у них все хорошо как у них все прекрасно у них коль коль симха у них радость и вот это они слышат так что делают мудрецы когда видят вот этот ужас когда наши враги так радуются они стали плакать вараби а кива месахек раби а кива радуется раби а ракива стал смеяться то есть стал радоваться умыбаться то есть они плачут это понятно амрулю так они все шокированы не понимают амрулю мипнеймата месахек что такое почему ты смеешься а он задает им вопрос а почему вы плачете амрулю халалю куши им эти униженный народ вообще куши им сегодня говорите как темнокожие но здесь идет римляне они не были темнокожие имеются в виду униженные народы в общем они идлопоклонники они занимаются всеми ужасами они сидят так спокойно так уверенно в своей жизни все у них нормально да как это может быть как ты в ану а мы бейт хадом раглей элогейну саруф беэш наш бейт элогейну наш дом храм наш кен саруф он в общем весь сгорел и мы не будем плакать то есть они приходят и говорят вам это понятно почему плачете и действительно они правы действительно мы правы в такой ситуации как не плакать как не увидеть вот этот ужас и не заплакать в этой ситуации это то что они приходят и говорят да ну что здесь раби а кива им отвечает я все таки смеюсь я все таки радуюсь ума ле оврей рецоно ках есть ли оврей рецоно есть ли такие грешники и их всевыш и вознаграждает спокойствием в этом мире леосей рецоно а лехат кама ве хама а те которые о сей рецоно те которые делают в общем ведут себя мы евреи мы делаем то что всевышний нам говорит так тем более он нас вознаградит конечно здесь надо понимать как это может быть если они такие грешники их всевышний вознаграждает их здесь уже комментарии говорят что всевышний их вознаграждает в этом мире за то что они может быть сделали что-то хорошее что-то правильно и так далее но у них будет в вечном мире ад они будут страдать а мы в этом мире да есть у нас какие-то страдания но вечное всевышний вознаграждает нас но это другая тема дальше раби а кива и они дальше идут еще раз они в общем поднимаются в Иерусалим пришли в место которое называется Хар Ацофим мы знаем что вообще Иерусалим написано Иерусалим Харим Савив Ла то есть Иерусалим вот где старый город Иерусалима где храмовая гора если вы стоите в центре там вокруг Харим вокруг горы и вот любая гора сверху этой горы Эфшар Лицпот можно увидеть Цофим можно увидеть храмовую гору например можно увидеть ее Сара Зайтим можно увидеть храмовую гору с Масличной горы можно увидеть здесь Армона Нациев можно увидеть и в общем с многих гор сегодня то что университет где больница Ара Цофим университет кстати там кто будет в Израиле я очень советую пойти в синагогу которая находится в университете на Ара Цофим так этот район называется Ара Цофим во время здесь когда Талмуд говорит Ара Цофим это любое место где гора можно было увидеть храмовую гору сегодня есть у нас район Ара Цофим и там есть очень красивая синагога которая прям там все в стекле и как видно там храмовую гору очень красиво так в общем они приходят одни из этих гор вот эти мудрецы и они порвали свои рубахи как в трауре потому что там человек в трауре халаха требует чтобы он порвал свою рубаху это что они делают они приблизились рядом с храмовой горой они увидели которые лис выходит из места святая святынь сейчас это разрушено но оттуда выходит лис все разрушено лис выходит они стали плакать и рыдать они все плачут Рабья Кива смеется он радуется но они все в шоке они говорят ну сейчас что ты радуешься что ты смеешься что так смешно амарлеем не фнейматы бог его а вы о чем вы плачете амруле вот слушай написано у нас в трауре любой чужой который приходит заходит в святая святынь кен юмат это смертная казнь только первый священник заходит туда в святая святынь определенной подготовкой только раз в году и так далее а чужой который заходит не никого даже еврей который заходит туда это это смертная казнь а сейчас шуалим илхуго сейчас там лисы ходят амарлеем обратите внимание он смеется а чё тебе это не больно разве Рабья Кива сейчас там происходит ужас они плачут это понятно сейчас траур Рабья Кива смеется чё смеешься амарлеем леках аниме цехек паэт муя смеемся дыхтив вааи дали аддин на эманин эт урия хакуэль ваэт захарья бен евархайяву то есть есть пророчество ешайяву который в одном пророчестве он говорит про первый храм и про второй храм Игмара задает вопрос пророк ешайяву как он приходит и говорит про две персоны первого храма одного и вторая персона про второе захарья бен ениян урия и цель захарья урия ба мигдаш решен урия был первый храм захарья ба мигдаш и ни какая связь говорит Рабья Кива знаете какая связь поскольку было сказано что первый храм разрушится и он разрушился и написано захарья говорит нам когда разрушился второй храм что восстановится храм и так далее будь старики Иерусалим вернется к тому своему величию и красоте и он говорит я не знал это будет не будет но когда я увидел вот этот ужас эти разрушения я уверен что будет ну извини меня Рабья Кива я конечно все понимаю но это будет но сейчас же ужас так надо понять здесь глубоко что видит Рабья Кива Папа в небесах он любит еврейский народ иногда любовь ограничена и если любовь ограничена так ты можешь делать добрые дела хорошие дела и так далее но если ты по-настоящему любишь большой любовью иногда ты наказываешь иногда ты делаешь неприятности для того чтобы с этого момента был какой-то подъем понимаете был какой-то подъем и это то что Рабья Кива видит Рабья Кива видит ужас но он понимает вот этот ужас без этого ужаса без этого падения еврейский народ не может стать на рост который нам обещает всевышний то есть без этого падения мы останемся на каком-то уровне но мы хотим величия мы хотим гораздо больше нам недостаточно то что есть а для этого необходимо разрушение необходимо упасть если бы я не упал я бы остался на том же росте я же остался стоять так же но я не хочу остаться так же я хочу стать больше того что есть и Рабья Кива видит это это я говорю пример человек который видит красивое поле шикарное поле и он видит и любуется этим полем и вдруг видит заезжает на это поле какой-то трактор и начинает все копать все это и он бежит ты что делаешь почему ты это все рушишь смотри какая красота зачем ты это все вспахиваешь и копаешь и убираешь эту красоту он ты ничего не понимаешь я это делаю да тебе кажется что это вспахивается это некрасиво и так далее но для того что посеять здесь урожай потому что выращивать здесь гораздо больше здесь будет понимаете и это то что Рабья Кива видит Рабья Кива в тот момент он говорит что вот это мы придет время и это самое красивое то что придет придет время когда еврейский народ мы сейчас траули конечно мы траули потому что мы не понимаем но придет время когда всевышний нам раскроет и мы поймем как это было необходимо вот эти все царот Рахмана Литлан все вот эти беды которые у нас были все разрушения которые не были вау но это необходимо для великого великого нашего роста это то что приходит Рабья Кива говорит и так Раф Кук он это пишет потому что с другой стороны мы должны понять мудрецы плачут почему мудрецы плачут потому что мудрецы сейчас они плачут потому что это больно ты мне говоришь понимаете часто бывает иногда человек ему рационально ты можешь это все объяснить да ну все это хорошо папа наш любит и если папа нас не любил бы так он не наказывал бы да это написано где-то я не нашел пока что в книге Кузары по-моему это написано я сейчас не нашел это что Кузары задает там вопрос почему вот евреи да почему евреев они вот страдают они там у них проблемы опять вы понимаете Кузары он написал это 800 лет назад какая ситуация у нас была у нас все проблемы другие народы у них все хорошо они живут вроде все нормально он говорит да у нас есть проблема у нас проблема но мы существуем вечно а другие народы когда им хорошо они максимум у них это мы в книгах истории о них вспоминаем мы где-то сейчас знаем народ гиргаши где этот народ евусейцы где эти народы египтяне это римляне великие которые были это может имена где эти народы да они были и так далее но они пропали да но мы у нас у нас есть папа который нас иногда строит как у нас по-русски говорят строит в буквальном смысле то есть дает почечины да почечины да он любит нас это он не хочет чтобы мы вели себя как потому что мы его сыновья так мы он дает нам дает нам в общем по башке по голове иногда но он бережет нас он нас бережет и это пишет пишет Раф Кук я вам хочу прочитать все равно когда больно это больно так понятно что мудрецы они плачут смотрите написано есть Аллаха такая интересная Аллаха говорит что на хорошие вести есть благословение если я услышал хорошие вести жена родила там внук родился у хорошие вести надо сказать благословение какое благословение что всевышний что ты добрый и делаешь добро потому что я чувствую это добро у меня такая радость себе а за ними вора готова метитик но написано на плохие вести ты говоришь да я на иметь ты говоришь судит справедливо извините но мы только что объяснили что все что всевышний делает это хорошо то есть это не это не только добру это само хорошо потому что от этого наоборот вырастить что-то гораздо лучше и красивее да это так но это так у нас голове это так у нас рационально мы можем это может быть как то понять но наше сердце оно сердце наше чувство а не чувство и поэтому когда мы видим ужас когда мы видим зло когда мы видим неприятность на больно так мы не можем сейчас в будущем написано на а ты лаво мы на все не вора их почему потому что на а ты лаво до нас дойдет слушай без этого мы бы никак это необходимо сейчас надеюсь может быть несколько примеров есть так я хочу прочитать она вкуп почему все-таки раби акива он все-таки смеялся он радовался тогда даже у него сердца нету да а раби акива что не понимает что сейчас это зло а коррепко говорит раб кукав а вал те хорей лев йерау от раби акива бегут блок от раби акива месахек он видит величья раби акива от раби акива месахек кашерую шоал йодзе бебет кучу куджи он радоваться шоал лис выходят свитая свитой То есть у Раби Акива Это пророчество такое, я не знаю, как это объяснить. Про Раби Акива у него это как будущее, дальнее будущее. Это как будто перед его глазами. Он это видит сейчас. А что он не видит? Он видит и радуется с этим. Это Раби Акива, это не каждый. Это Раби Акива приходит это объяснять. Конечно, я думаю, что Раби Акива тоже был в трауре 9 авгу. Кто-то меня спросил, почему Раби Акива не был в трауре? Потому что он был в трауре. Наоборот, у него не было суда Максекет, у него не было Тишата Ямин, 9 дней траура. У него не было Шабуа Шехальбо. Что он не постился? Конечно, он постился. Конечно, он был в этом. А Максе думаю, почему? Это же все когда был. Потому что человечество, мы не живем в этом. Может быть, ты как индивидуал Раби Акива, как Раби Акива, то, что особое. Но общество, оно не в этом еще. И пока мы еще не в этом, мы должны понимать, что это зло, что это ужасно, это разрушение. Это превратится в лебедь Ассона Симха. А пока это зло, пока это не то. Это, наверное, так надо объяснить это. Я дам еще один, может быть, пример с нашей истории. После того, как был страшный, в общем, Холокост и евреи погибали, погибали 6 миллионов евреев, многие сразу после войны, после Второй мировой войны, хотели приехать и начать свою новую жизнь в Израиле, в Эрецисраэле. Поняли, что в Галюте рассчитывать на этих Гоев невозможно, и мы хотим поехать в Израиль. Но в Израиле тогда то, что правил ситуации, это было англичане, Британия, и она не давала так просто заехать сюда, не давали разрешения, для этого нужна была как виза такая, сертификат назывался, и они не давали, не давали эти сертификаты, не давали эти, и, в общем, была целая проблема, как и чтобы евреи, которые хотят приехать сюда, как приехать сюда. И вдруг, внезапно, так написано, внезапно Ханатсив, тот, который был ответственным за, в общем, здесь Палестина тогда, был ответственный, а нациф, тот, который британское правительство поставило здесь быть как руководителем, он дал разрешение на 100 тысяч сертификатов. 100 тысяч. Это была, конечно, необыкновенная радость для еврейского народа, для евреев. 100 тысяч. Можете представить себе, здесь жило тогда всего, может быть, я знаю, там 400-500 тысяч евреев, и сейчас дают 100 тысяч. Вау, какая радость, какое это, слава богу, сейчас многие могут приехать. И министр, министр тех колоний, Сара Мошавот, уже в Британии, он это отменил. Сказал, стоп, нет, я не разрешаю. Отменил. Были на него, конечно, давления и так далее. Он это отменил. Вы можете представить себе, как мы переживали, что мы чувствовали, какой это ужас для тех, которые жили в Израиле, для тех, которые хотели приехать и не могли приехать. У них не было никакого варианта, что они будут делать сейчас. Была такая радость, с одной стороны, бум, сломали нас, можно сказать. Вдруг он это отменил, и все. И это привело к большим демонстрациям. Это привело к большим очень давлениям, то есть после вот этого заявления вот этих министров и правительства официально, что они отменили это. Это, наоборот, еще больше подняло бунт здесь в Израиле и в мире. И это привело к тому, то, что в итоге провозгласили государство Израиля, что дали нам возможность провозгласить государство Израиля. Без этого бы ужаса у нас бы не было такой возможности. Так вы можете представить, хорошо или плохо, что отменили? Конечно, плохо. Конечно, ужасно. Но мы видим, что именно вот этот ужас привел к такому, что, слава богу, наоборот, есть у нас сейчас это то, что то же самое можно сказать, когда в общем организация объединенных наций, когда решили, это уже позже, когда решили разделить в общем из западной стороны Ордании разделить это государство на арабов и евреям. Масенькое, масенькое государство и то, кто было маленькое и разделить его на два. Мы, конечно, евреи согласились. Согласились и думали, что у нас, слава богу, хоть что-то будет и так далее, будет все спокойно, будет все замечательно. Да? Извините меня. Сразу началась война. Началась война. Арабы внутри начали воевать. Это привело к ужасам. Один процент евреев, которые жили в Эрот-Израэль, погибают в этой войне за независимость. Но после этой войны наше государство, оно наоборот, стало еще шире. Мы, те, которые нам в общем дали в организации объединенных наций, это было очень маленькое. Мы гораздо воевали через эту войну. После этой войны гораздо больше и расширились. Так сказать, что это плохо, то же самое после шестидневной войны. Шестидневная война она тоже самая. Когда казалось, что мы сидели и ожидали, чуть-чуть напоминает ситуацию, чуть-чуть сейчас, ожидали, когда и Нассер, и там вот этот сирийский Кен Асад на нас нападут и так далее, и Ордания все вот эти с помощью всех. И мы ждем, что будет, как будет и так далее. и начинается война, мы даже не думали, ужас, хотели же там договориться, чтобы ничего не было. Ужас, который привел к такому подъему и дух еврейский поднялся во всем мире после шестидневной войны. За шесть дней чего мы достигли? Так война это плохо. Но, конечно, она добивает какой-то рост. В наше время то же самое. В наше время, когда мы видим, когда враги еврейского народа, это враги еврейского народа, это враги Всевышнего, пытаются тоже. И, конечно, нам это неприятно, конечно, это ужас, конечно, мы страшно переживаем. Конечно, каждая ракета, каждый дрон, каждый там баллистический, что, что будет. Всевышний, во-первых, мы понимаем, что это с нами. И мы через это выйдем совсем на другой рост. Мы выйдем совсем на что-то другое. Я, может быть, хочу закончить еще одним примером. Мы вьем Акипуры, вьем Акипуры, мы приносили два козленка. Эти козленки, они были одинаковые. Нельзя, чтобы была никакая разница между ними. Козленок один был Лашем, вьем Акипуры, это была такая служба, которая ушел на жертвенник, а один козленок Лаазазелли. Что значит Лашем? Лашем, я понимаю, Лашем, это Лашем, это Всевышний, Что такое Лаазазель? Имеется в виду это черным силам, это неприятности, это сатане. Мы тоже давали этого козленка, два козленка одинаковые, но мы понимаем, что оба козленка, это мы делаем, это потому, что Всевышний нам заповедовал. у нас есть, конечно, великие вещи, которые они Всевышний нам дают, все добро и так далее, но даже неприятность, даже вещи, которые существуют, которые нам не хотелось бы, мы не хотим это переживать, но мы знаем, что есть Абба, Башамайн, что есть Папа в небесах, который любит нас и делает это ради добра, делает это ради того, чтобы мы достигли нового уровня, совсем стали другим, это то, что привело после Первой мировой войны новый уровень, уровень то, что народы мира стали вдруг считаться с нами после Первой мировой войны, и Великобритания подписала декларацию Бальфура, декларацию лорда Бальфура, который впервые в истории, война страшная, то, что происходило, дало, народы мира дают, как будто тоже признают, что у евреев есть такое возможность, чтобы они создали себе дом. После Второй мировой войны, конечно, государство Израиля, конечно, цена ужасная, мы не понимаем, мы скорбим, но это привело к тому, и мы с Божьей помощью увидим, как потом это все ужасное тоже к тому, потому что мы не верим, мы верим не только в реальность, которая проходит в этом мире, мы знаем, что все эти 6 миллионов, где они находятся и так далее, конечно, это ужасно, конечно, мы скорбим, конечно, мы не можем никогда согласиться. То же самое в наше время, когда хотят сделать что-то с еврейским народом, хотят сделать что-то неприятное с еврейским народом, но мы знаем, что все это Всевышний иногда дает нам какие-то моменты, но все это к добру, и все это превращается в счастье и веселье. Поэтому эти посты, эти дни, и, кстати, я хочу сказать, на этом я заканчиваю, действительно, 9 авгу, несмотря на то, что это день, который мы скорбим, с точки зрения Ахалахи, это праздничный день. Почему? Говорит Шуханарух, мы в этот день не говорим Таханун. Почему не говорим Таханун? Таханун, это такая молитва, грустная, мы там упоминаем грехи и так далее. Когда есть праздник, ни в коем случае нельзя говорить эту молитву. Когда есть, например, обрезание, или свадьба, жених находится, или там праздник какой-то, не говорим. 9 авгу тоже мы не говорим. Это не только потому, что в книге Эйха написано кара алей муэд, что ты вот назвал это муэд, это как праздник. Это потому, что действительно придет время, что это 9 авгу, а мы поймем и узнаем, как это превратилось в жоли с особой и свеком. Спасибо большое. Окей. Спасибо. Спасибо большое, Рау. Очень интересно. Интересное, актуальное, очень своевременно. Минимальная техническая вещь про Араза и Тим. Вот с Араза и Тим как раз отлично видно то место, в котором мы живем уже практически 40 лет. Так что все, кто были приглашены смотреть, могут посмотреть на восток и увидеть Малай-Адумим. Буквально видно наше поселение и даже наш район и наш дом. Замечательно. Особенно во время восхода солнца великолепная картинка. А кто-то хотел задать вопрос, пожалуйста. Да, вот и есть в чате, я могу озвучить, тут и есть вопрос. Шмуль спрашивает, если можно вопрос, почему вместо духовного роста, который должен быть по мнению раби Акибы, происходит духовное падение последующих поколений? Второе. Не вернется ли снова после прекращения войны разобщение народа и как огни всех не в мир без конфликтов? Еще раз, первый вопрос. Еще раз, Эхад Эхад, почему вместо духовного роста, который должен быть по мнению раби Акибы, происходит духовное падение последующих поколений? А почему вы так считаете? Я не считаю так. Мы поднимемся не только духовным ростом, мы поднимемся во всем. Во всем это будет что-то необыкновенное. Понимаете? И физически, и в материальном, и в духовном. Понимаете? Все будут смотреть и говорить, вау, какие это представители божественные в этом мире. Все будут аплодировать нам. Но для этого необходимо, как сажаем зернышко на землю, необходимо, чтобы оно сгнило иногда. Иногда есть этот процесс, который будет. Есть процессы. И мы придем к этому. Мы дойдем до этого. Окей, второй вопрос. Не вернется ли снова после прекращения войны разобщение народа? И как один из всех евреев без конфликтов? Что здесь не вернется? Мы находимся в процессе. Процессы это не вдруг ты заработал и все. Понимаете? Мы две тысячи лет были разбросаны, мы были больные. Сейчас мы, слава Богу, выздоравливаем, встаем более здоровее и так далее. Есть проблемы, да? И возле войны могут быть опять-таки проблемы. мы уверены, что каждое вот это событие мы набираем какой-то новый рост, как я сказал. Новое что-то. То, что будут проблемы, что вы думаете, во время храма люди не ссорились, люди не были, это разногласия. У нас весь наш талут, великая тора во всем. Но с Божьей помощью вот эта любовь, которая должна быть между и времен, она будет улучшаться и улучшаться. Окей. Ну хорошо, тогда мы на этом закончим. Визра, Hashem. Сурот, Товот. Ишот, Ванахамот. Шалом, шалом. До свидания. Спасибо.